Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Я бы назвал эту неделю сезоном политических грез. Вот удивительное дело, политики начали хвастаться уже просто первыми чтениями законопроектов. Вот вспомните, раньше они хотя бы окончательно принимали законы, а потом расхваливали себя за это. Теперь же им хватает только самого первого голосования. И даже до рассмотрения поправок не доходят, а в эфирах уже расписывают, как им удалось улучшить жизнь украинцев. Например, избирательный кодекс. Только едва собрали 226 голосов за него. И когда пройдет, и чем закончится второе чтение, пока непонятно. Но впечатление уже такое, как будто следующие выборы точно пройдут именно по этим правилам. Впрочем, хорошо, что в нынешней Верховной Раде хоть что-то еще может дойти до первых чтений. Ведь многие вопросы зависают на долгие месяцы вообще без движения. Даже госбюджет на следующий год в работе у депутатов с сентября. А первое чтение и на этой неделе не состоялось. Обещают на следующий. И вот таких обещаний уже десятки только за последние пару месяцев. Что все-таки могут реализовать? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Решать, как в будущем попасть в парламент, минуя мажоритарку, нардепы принялись в первую очередь. Два варианта изменений в избирательный кодекс первым делом вынесли на рассмотрение в зал. По настроениям сразу стало понятно, если и поддерживать тот документ авторства сразу нескольких депутатов из коалиции. Этот проект не новый. Он разработан на основе проекта выборчего кодекса, который еще в 2010 году по-за минулому скликанье зарегистрировала группа депутатов. За 10 лет мы пошли на много вперед. А сейчас, если мы будем рассмотреть этот кодекс и принимать, мы возвращаемся в 10-летний минуле. Депутаты говорили о пробелах в документе, но передвыборные обещания взяли верх. Наступные выборы в парламент должны проходить за открытым выборчим списком. Эта коррупционная система мажоритарной складовой должна быть остановлена в любой способ. Мажоритарка за последние 15 лет перетворилась абсолютно в базар, где торгуются голоса. В итоге на табло неожиданно выскочила цифра 226. С небольшим количеством голосов документ приняли в первом чтении. Следуя законопроекту, избирателям придется по-новому ориентироваться в бюллетенях. И выборец будет визначать, он будет первую галочку ставить за партію, и другую, если божает за кандидата. Тем самым, выборец визначатиме, если божает, если божает, выборец визначатиме, який кандидат будет рухаться в великому партійному списку наверх. Кожна партія будет складывать два списка – загальнодержавный и региональный. И, кроме того, что выборец голосует за партию, он также голосует за конкретную людину из конкретного региона, который является представителем этой партии. Конституция Украины требует выборов до парламента за пропорционной системой, без мажоритарки. Мы это поддерживаем, и мы считаем, что это будет более справедливым, это уменьшает коррупцию и сделает парламент более структурированным. Правда, та же коалиция голосовала избирательно. С одной стороны, нужно, а с другой – не хочется. Особенно, если учесть количество мажоритарщиков в той же БПП. Коалиция хотела сделать выгляд, что она начнется поддерживать, то есть частично, и раптом перемудровала сама себя. Вышло действительно 226 голосов, и я понимаю, что этот первый крок отбылся. Случайно многие понажимали кнопку. Кто-то не разобрался, кто-то подумал, а, не пройдет, а я зато потом выставлю себя красивым инновационным депутатом. На самом деле, все хуже. Они уже разобрались, понимают, что для них это несет опасности, и собираются проваливать его во втором чтении. Так что теперь в коалиции всерьез заняты внесением новых поправок. А у всех нардепов появился хороший повод громко заявить. Предвыборные обещания выполняются. Совсем другая риторика у депутатов, когда речь заходит о бюджете. Профильный комитет еще в октябре рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении, но в зале он до сих пор не появился. А появись пришлось бы пережить противостояние Кабмина и нардепов. Пока все споры только в кулуарах. Первый раз мы увидели в этом проекте бюджета практически заморожение самого низкого в мире уровня жизни людей. Это касается минимального прожиткового уровня и минимальной заработной платы, а также минимальных пенсий. Водатковую часть через депутатские правки сформулировали на 35 миллиардов гривен, а показали приблизных доходов только на 10. И то даже по тем 10 миллиардам уряда есть вопрос. Мы предлагаем направить чем меньше 120 миллиардов гривен на увеличение социальных стандартов. Так же мы предлагаем уменьшить почти на 20 миллиардов видатки на утримание держапарата, которые абсолютно не нужны. От момента приходя сейчас до влады, до сегодня, сегодня, страна увеличила математично державный бюджет на 1 миллиард гривен щодня. Конечно, это не случилось щодня, но если вы рассчитываете, то за три года они на миллиард каждый день увеличили державный бюджет. У меня возникает вопрос, кто это будет оплачивать? Я вам отвечаю сразу, вы, я и все украинцы, которые сейчас в жизни по 48 тысяч гривен каждый. Оппозиционный блок предлагал свой вариант бюджета, в котором врахованы, увеличены социальные выплаты для людей, уменьшены, это первый крок, должны быть уменьшены вдвече тарифы, и нас не влаштовывают вытраты на полицейскую державу, то, что называется, утримание силовых ведомств и державного аппарата. Если на следующей неделе нардепы возьмутся за бюджет, то окончательную версию документов в парламенте можно будет увидеть по традиции в канун Нового года. Пока же народные избранники сумели оперативно перекроить цифры этого года. Ну и что еще не появилось в зале, так это закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении его принимали как срочно, а ко второму так и не смогли подготовить. Есть правки, которые, на мой взгляд, мают дещо популястичный характер, и они не будут поддерживаться, скорее всего, комитетом. Например, есть идея экспортировать российскую властность на территории Украины, или, в целом, защищать везд российских граждан на территории Украины. Мы понимаем, что такие вещи суперечить международному праву, а даже по отношению к Украине-агрессору. Питание разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопрос чисто патриотичной силы. Если закон будет переработан и будет реально называться закон о реинтеграции, там будут введены положения об отмене блокады экономической, о социально-экономической реабилитации неподконтрольных территорий, о том, как достигнуть мира, как будет выполняться, дорожная карта будет там написана, как выполнять министские соглашения, мы за этот закон проголосуем. Это будет реально достижение мира. Всё, что сейчас нам предлагается, это только то, как заморозить конфликт. Мы вважаем, что этот закон не про реинтеграцию, а про відокремление Донбасса. Он не мистит в себе никакого механизма, как повернуть территорию. Там есть всё, включая, кто команда войсками, каким образом там будет зачистка на территории. Но и как повернуть территорию, каким образом дать сигнал людям Донбассу, что мы за них болеваем и хотим, чтобы они повернулись, всего нет. Если в комитете утрясут поправки, то на следующей неделе можно оживить, ожидать появления в зале и этого закона. А пока парламентарии могут подсчитать свой КПД. За неделю они в целом приняли только закон о реформе ЖКХ и внесли поправки в уже существующие законы. Утвердили новый порядок назначения местных руководителей и перераспределили бюджет на этот год. Всему остальному только дали старт. Екатерина Лызенко, Елена Зорина, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Сегодня в Киеве президент Украины Пётр Порошенко встретился с руководителями объединённых территориальных общин и депутатами, которые были избраны в прошлое воскресенье. И вот на этой встрече с местной властью глава государства пообещал ещё один закон, который депутатам предстоит принять уже в ближайшее время. О противодействии земельному рейдерству. Эта проблема существует во всех областях Украины. И остановить волну такого рейдерства политики обещают уже очень давно. Ну что ж, большой вопрос. Когда ещё и для этой темы у депутатов найдётся время? Это ещё один большой закон. Закон про противодействие земельному рейдерству, про измену функции кадастру и передачу повноважений местным бюджетам что до распоряджения земли. Ликвидуется институт смотрящих. Не треба будет ничего погоджувати в Киеве. Права у вас и ответственность у вас. Руйнуются всі схемы. Коли громаде нічого не надходить, державе нічого не надходить, а ділки обробляють, продают за кеш. И таким чином забезпечивается лише сбагачення. У вас влада. И у вас гроши. Итак, осталось у депутатов всего три пленарные недели. То есть 15 рабочих дней, из которых только 6 традиционные для голосований. Что можно успеть за эти 6 дней, и что уже точно нужно списывать со счетов и забывать? Давайте обсудим с нашими гостями Алексей Гончаренко, зам главы фракции Блок Петра Порошенко. Добрый вечер, Алексей. И Алена Шкрум, представитель Батькевщины. Здравствуйте, Алена. Спасибо, что присоединились к нам. Алена, давайте начнём с вас. Я начал с этого сегодня программу. Вот вам не кажется странным? Мне кажется, что политики начали хвастаться и обещать людям светлое будущее только на основании первых чтений законопроектов. Вот взять тот же избирательный кодекс. Его ведь до конца не приняли. Где гарантия, что его не перепишут во втором чтении так, что даже от хорошей идеи отказать от мажоритарки ничего не останется? Не, ну, звичайно. Звичайно, это загальна наша история. Багато пиару, дуже мало справ. На самом деле, что можно встегнуть, вот, как вы сказали, за три пленарные недели, которые остались, я боюсь, как раз, что можно встегнуть, сделать очень много кроков назад и скасовать очень много хороших и правильных законов. Как, например, буквально вчера скасовали закон про государственную службу. И все новации, про которые три с половиной роки президент рассказал, поддерживая закон про государственную службу, и просивая помощь у наших международных партнеров по отношению к реформе государственного управления, взяли и скасовали. А то, что вы процитовали сейчас землею, тоже очень смешно мне, особенно уже. Ну, и сумно, и смешно. Потому что Батьковщина рік назад казала, что проблема рейдерства земли в территориальных громадах и в регионах Украины стала жахливою, стала большей проблемой, ніж проблема там реестру земельных ділянок, ніж проблема приватизации земельных ділянок, або отдания их в оренду. И мы тогда кричали про это очень голосно с трибуны, нас называли популістами. Теперь президент про это заявляет через год и говорит, что мы отдам земли территориальным громадам. Где же вы были три с половиной роки? Если нужно законопроектом сруйнувать закон про государственную службу за один день, мой коллега это внес, вот Алексей Гончаренко, за один день это приняли, вы могли принять эти проекты про земельные фактически реестри и про отдачу прав на землю три с половиной века назад. Алексей, почему так долго прислушивались? Зачем три года вам нужно было? Ну, во-первых, я не являюсь автором закону про государственную службу, что это Альона путает. Во-вторых, по поводу три года, за эти три года, слава Богу, в стране построена армия, в стране построены спецслужбы, страна дала отпор внешнему агрессору, страна получила безвизовый режим, а могу дальше продолжать. Очень много есть проблем, которые надо решать, и мы ими занимаемся. А за шесть пленарных дней, знаете, Людмила Гурченко говорила, за пять минут можно сделать очень много, а за шесть пленарных дней можно сделать еще больше. Во всяком случае, люди, которые работают и наблюдают за деятельностью Верховной Рады, не хотят смотреть на то убожище, как это было, когда мы три недели рассматривали тысячи поправок от Алены и ее коллег. Ну, хорошо, затем понятно. Давайте громкое решение этой недели, и не все прокомментируйте, пожалуйста. Это новое правило для глав местных администраций. Почему они теперь будут избираться вне конкурса? Уже многие начали предвосхищать, что выборы скоро. В связи с этим? Нет, в связи с тем, что у нас есть Конституция Украины, статья 118, а я ее цитирую. Главы местных государственных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по подданию Кабинета Министров Украины. Точка. Все. Мы сделали эксперимент, добавили сюда еще одну комиссию, чьих имен членов комиссии никто не знает, которая ни за что не отвечает, эта комиссия. И в результате мы получили, что у нас на сегодняшний день 45 районов без глав администрации. Назначение главы РДА тянется неделями, а иногда месяцами. Повторяюсь, месяцами. И это абсолютно ненормально. И сегодня мы возвращаемся к Конституции, правильно делаем, потому что у нас за все в стране в глазах людей отвечает президент, а оказывается, что он не может не назначить никого, не уволить, без какой-то никому неизвестной комиссии. Хорошо. Новая избирательная система в Украине все-таки быть или нет? Вы верите в то, что 226 голосов во втором чтении вам удастся собрать? Я был удивлен. Найдите мне хоть одного мажоритарщика, который вложил очень много денег в свой округ, который уже знает, что это выноси же на место, который вам проголосует за... Ну, вы знаете, 226, порядка 40 мажоритарщиков проголосовали. Если бы не было голосов мажоритарщиков, мы не получили бы 226. Я сам голосовал за этот закон. Единственное, я хотел бы предостеречь, я часто слышу, вот появился идеальный закон, и теперь у нас идеальная избирательная система, и все будет хорошо. Не существует идеальных избирательных систем. Вы только что сказали про мажоритарку, а как избирается парламент Франции? 100% мажоритарка. А парламент Великобритании? 100% мажоритарка. Это что, не демократические, не разные страны? Я правильно понимаю, что свой голос вы не отдадите во втором чтении? Я отдал свой голос в первом чтении, я отдам свой голос во втором чтении. Хорошо, посмотрим и проверим. Там мы решаем проблему подкупа, я коротко. Мы решаем этим законом проблему продажи мест в закрытых противных списках. Хорошо, Алексей, проверим, как вы проголосуете, и вы и другие. Алена, взгляд со стороны не как депутата из коалиции. Что происходит с рассмотрением государственного бюджета на следующий год? Почему на этой неделе он не был проголосован? Что вы знаете? Не договорились, не доторговались? Ну, за государственный бюджет завжди очень много торгов. Вы помните, как в предыдущем разу, например, пан Алексей Гончаренко и коллеги, которые близки к президенту фракции БПП, не голосовали за изменения к бюджету, которые давали там больше, например, денег на субсидии и больше денег на Народный фронт и на конкретное министерство пана Авакова, например. Поэтому в коалиции существуют торги между Народным фронтом, БПП, теперь еще воля народоводроджения, ну и мы будем заручниками этих торгов. А я бы хотела поцитовать пана Алексея Гончаренко. А почему не учителем? Учителем стать не хотите? Я не предлагаю. В оппозиции мы не имеем выгод из этого бюджета абсолютно, мы не ведем перемоги. Мы будем голосовать за необходимые изменения для субсидий, для социальных каких-то норм, но мы точно не будем голосовать за бюджет, в котором мы не видим стратегии поднятя экономики. Мы подали очень много поправок. Если мои поправки будут рассмотрены, снова же таки, тогда мы можем про это говорить. Сейчас они не рассмотрены в бюджетном комитете. Два слова, если позволите. Я просто пана Алексея Гончаренко процитую в 2015 году на эфире, где он говорит, что концептуально закон очень правильный, подходы, в котором есть правильные назрели, нужно защитить государственного службовца, избавить его политики и уменьшить коррупционный фактор. Конкурсы точно лучше, чем отсутствие конкурсов. Даже если первые конкурсы не дадут суперрезультаты, в средней сроковой перспективе конкурсы дадут новую качество государственных службовцев. Мне коротко. И сейчас я сказал, что мы пошли... Во-первых, мне очень приятно, что Алена уделяет столько внимания моей персоне. Мне это очень приятно. Во-вторых, я сказал о том, что мы пошли на эксперименты, я в том числе, я голосовал за этот закон, я его поддерживал, мы пошли на эксперимент. Результаты эксперимента не оправдали себя. Я напомню, эксперимент с законом Надежды Савченко, которая на тот момент была коллегой Алены по фракции, мы хотели тоже сделать как бы лучше, для того, чтобы люди, которые сидят в СИЗО, чтобы их не держали там годами. В итоге мы отпускаем насильников и убийц из тюрьм, потому что они долго шло следствие по их сложным преступлениям. И это надо было исправить. Я говорю о том, что есть ошибки, которые надо исправлять. И тот только тот не прав, кто не исправляет свою ошибку. Но, на самом деле, это не есть. Это не есть ошибка, это не есть поминка. Это и нашим международным обязанностям. Это и наши обязанности по контракту с Розбудовой Державы, за каким мы отримаем гроши, уже отримали 300 миллионов. И, на самом деле, это просто сейчас политическая игра, на выборы требует админресурс. И наибирьше не то, что скасовали конкурсы. Наибирьше то, что позволили быть членами политических партій, то, что позволили очолювать фракции БПП и фракции влад в местных радах, и то, что позволили заниматься выборами и агітацией, полностью ввели из Державной службы эти фактические посады, выполняющие в Украине. Я не могу отреаговать. Спасибо вам. Закон про выборы, очень коротко. Трестаття номер три. Забороняется Державным службовцем. Будь-яка участь в выборах. Забороняется. И это закон ничего не изменяет абсолютно. Это злочин. Втручание Державного службовца в выборы. Так было и залишается. Одно могу сказать по результатам нашего с вами общения, дорогие друзья. Друзья, я не уверен, что 15 дней оставшихся в Верховной Раде будут очень плодотворными. То, что наблюдать за вами будет весело, это точно. Спасибо. Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко, Алена Шкрум, Батькевщина были моими гостями. Мы с вами продолжаем. На этой неделе депутаты еще раз перераспределили расходы действующего госбюджета на целых 13 миллиардов гривен. Принципиальный момент это деньги на оплату лечения за границей для тех украинцев, которые страдают от тяжелых заболеваний. Депутаты, наконец, выделили чуть больше 200 миллионов гривен для онкобольных. Дали меньше, чем просили. А сам долг висел ведь еще с лета. Один человек за это время, к сожалению, так и не дождался своей очереди на лечение. Пока политики искали время, чтобы решить этот вопрос. Еще 300 миллионов дали местным бюджетам. Эти деньги тоже пойдут на медицину. Гораздо большую сумму пришлось потратить на полицию. Свыше полутора миллиарда гривен, чтобы не допустить долга по зарплате на конец года. Добавили расходы на внешнюю разведку, плюс 200 миллионов, еще плюс 100 миллионов на службу по чрезвычайным ситуациям. Но больше всего, и это уже традиционно, выделили на субсидии. Плюс 7,5 миллиардов. В итоге в этом году придется потратить на выплату субсидий аж 68 миллиардов гривен. Но оказывается, что и этих новых миллиардов слишком мало. Особенно острые проблемы в здравоохранении. Миллиардные долги по зарплатам существуют давно, но теперь проблемы прониклись и в зале парламента. Там акция протеста. Пока сами врачи пикетировали кабинет министров, нардеп Ирина Сысоенко отказывалась покидать зал заседаний. Требовала, чтобы врачам хотя бы одно из больниц погасили долг по зарплате. Уже 11 месяцев люди ни копейки не получают от государства. К тому же за неуплату больницы отключили еще электричество с отоплением. Это в Смеле Черкасской области. Центральные власти говорят, что проблему должны решать местные чиновники, а они кивают на Киев. Голос Ирины Сысоенко был услышан. Сегодня решить проблему на заседании Кабмина пообещал лично премьер Гройсман. Я уже подготовила много поправок, потому что, чтобы не было такой беды, как в этом году стало по отношению к медицинским работникам, именно по оплате работы, мы не имеем права допустить такую ситуацию в следующем году. Поэтому я требую увеличения медицинских субвенций именно на фонд оплаты работы. И еще на 4 миллиарда гривен, это именно та сумма, которая стала причиной заборгованности в этом году, чтобы в следующем году она обязательно была включена в государственный бюджет Украины. Вообще согласитесь, это просто ужасно, что даже на вот такие цели, как здравоохранение, деньги из власти приходится буквально выбивать. И суммы, которые депутаты и чиновники выделяют после долгого сопротивления, быстро заканчиваются. А вот дальше люди снова вынуждены продавать последнее, чтобы получить шанс на выздоровление. Причем в большинстве случаев этот шанс реален, только если врачи будут зарубежными. Тему продолжит Любовь кукла. Их связала одна беда. Подруги Настя и Даша познакомились в больнице. У обеих девушек лимфома. В первый раз я услышала диагноз рак, когда мне было 16,5 получается. Сейчас Даша 27, сразу после школы девушка попала на больничную койку. Десятки тысяч долларов, проданное имущество родителей, огромные долги, десятки химии, операций. В итоге, казалось бы, долгожданная победа. Но у Даши случился рецидив. История Насти похожа. Свой страшный диагноз она услышала 7 лет назад. Я в том таком молодом возрасте была настроена очень позитивно. Я не впала ни в какую депрессию, ничего. То есть сразу начала лечение. Меня поддерживали родные. Мой молодой человек со мной все время был рядом. Сейчас уже муж. Сейчас Насте, как и ее подруги Даши, необходима пересадка костного мозга от донора. Но таких операций в Украине просто не делают. Таких пациентов лечат за границей. Чаще всего в Германии, Израиле и Турции. Но суммы за спасение жизни колоссальные. От 100 тысяч евро. В заложниках украинской медицины тысячи людей. Кто-то пытается спасаться сам, кто-то надеется на волонтеров, кто-то на государство. В очереди за деньгами от Минздрава 120 тяжелобольных пациентов. Они уже давно называют ее очередью смерти. Ведь без гарантийного письма, в котором Украина обязуется платить больному операцию за границей, люди погибают. Пересадку костного мозга в Украине делают только детям и только в этой больнице. Правда, за год здесь спасают жизнь всего лишь 30 маленьких украинцев. Но этой цифрой хвастаться невозможно. В Украине щоречно потребуют трансплантации только по диагнозам онкологии и онкогематологии. Близко 300 детей. Делать пересадку костного мозга в Украине разрешено лишь больным до 18 лет. И донором может стать только родственник. Для остальных очередь. И пока вырешивалось питание, там, шукали гроши, чекали в тей черзе в МОЗе на выделение грошей, шукали клинику, яка их возьмет, дитина не дочековалася и умирала. Такое было. Это маленький Давид Балан. У него предраковое состояние. Организм ребенка не вырабатывает нужный уровень тромбоцитов. Два раза в неделю мы ездим на анализы. Это минимум. Давид уже навіть знает периодичность. Он уже знает дорогу. Мама, я не хочу на коль-коль. Маленькому Давиду срочно нужна пересадка костного мозга. Родители донорами стать не могут, не подошли. Выход один. Операция за границей. Клинику уже нашли в Турции. Вот только, чтобы спасти мальчика, нужно минимум 120 тысяч долларов. Эта сумма для семьи неподъемная. Они живут в крохотной однушке, продали все, что могли. Обращались за помощью ко всем. И сейчас Давид Балан один из 120 пациентов в очереди за помощью государства. Что такое искать спасение за границей, знает Инна Жмут. Женщина ходила по врачам в Украине год. Пыталась понять, почему у нее постоянно держится повышенная температура и не проходит слабость. Ей лечили желчный пузырь, остеохондроз и даже удалили гланды. И только потом отправили на компьютерную томографию, которая показала опухоль надпочечника. Она оказалась злокачественной. Так бывает раз на 2 миллиона случаев. В Украине этот вид рака не лечит. Для моей формы рака нужен определенный препарат, который в Украине, к сожалению, не зарегистрирован. Более того, казалось бы, можно было бы его покупать, например, в Германии. Но в Украине нет определенных тестов, которые бы могли показать, как этот препарат накапливается в крови. Из некоторых стран, где лечат эту форму рака, Инна выбрала Германию. Деньги на лечение родные и друзья Инны собирали через соцсети и телевидение. Ведь сумма нужна огромная. Только один курс химии стоит 7,5 тысяч евро. Брать эти деньги у государства. В принципе, у нас очень сложная бюрократическая система. И собрать документы на то, что ты не можешь по определенным причинам, по твоему заболеванию лечиться именно в Украине, это очень длительный процесс. У онкологических больных, как правило, времени на вот такие сборы нет. Инна уже прошла 5 курсов химиотерапии. В Германии она нашла много друзей. Ей помогают и с жильем, и с бытовыми проблемами. Сама Инна по интернету поддерживает людей, которые тоже ищут возможность выехать на лечение за границу. И пытается объяснить немцам, почему украинцы, которым предстоит борьба за жизнь, сперва должны получить шанс на начало этой борьбы. Они на меня смотрят огромными глазами и говорят, как? Ты собирала деньги в Украине? Ты просила кого-то пожертвовать тебе на лечение? Я говорю, да. Они говорят, ты понимаешь, какая штука? У нас страховка. И мы даже не задумываемся, независимо от сложности заболевания, а где брать деньги? Потому что страховая компания покроет лечение независимо от того, какой будет эта сумма. В то время как в Украине люди вынуждены и в дождь, и в холод, и в жару стоять и просить у депутатов, у членов кабинета министров выделить деньги. Люди вышли на улицу и на этой неделе, и депутаты все-таки проголосовали за изменения в бюджет. На лечение дали 238 миллионов гривен, хотя люди просили 400. А это значит, что шанс на спасение появится не у всех. Любовь Куклова, Гдан Цавруцкий, Наталья Неделька, Татьяна Лагунова и Павел Лысенко. Подробности о неделе. Телеканал Интер. Ну вот пока государству не хватает даже сравнительно небольших сумм на здравоохранение, получаем такие новости. Третий транш помощи от Евросоюза на 600 миллионов евро наша страна уже не получит. Чтобы эти деньги зашли в Украину, политики должны были сделать две вещи. Снять мораторий на экспорт леса кругляка. Это обязательство по соглашению об ассоциации с ЕС. И обеспечить автоматическую проверку электронных деклараций. Вице-премьер по евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе говорила, что крайний срок по этим условиям конец октября. Затем дедлайн перенесли на середину ноября. Но очевидно, что за несколько дней решить эти вопросы невозможно. Непростая ситуация и с МВФ. Хороших новостей по очередному траншу для Украины нет до сих пор. Впрочем, на получение этих денег терять надежду все-таки не стоит. Пенсионная реформа уже заработала. Новый закон о приватизации принят в первом чтении. И депутаты обещают не затягивать со вторым. Да и бюджет на следующий год, по крайней мере, в правительственной редакции вряд ли вызовет нарекания у экспертов фонда. Кстати, техническая группа МВФ прибыла в Украину на этой неделе. Цель как раз оценка проекта госбюджета. А уже на следующей неделе в Киеве ждут президента Всемирного банка. И знаете, вот любопытно. Например, почему ту же приватизацию не могли запустить так долго? Фактически она заблокирована уже несколько лет. Наши западные кредиторы устали просить хоть как-то зарабатывать деньги для государства на этих объектах. Сейчас в Украине 3,5 тысячи госпредприятий. И это не только стратегические объекты. Государство владеет даже конюшнями и спиртзаводами. Большинство из таких предприятий убыточные. Вот неужели без нового закона действительно нельзя было их продавать? И неужели нынешние неформальные хозяева этих предприятий, которые привыкли их просто доить, так легко отдадут сейчас их на продажу? Давайте вот с этой темы начнем разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он на связи со студией подробностей недели. Спасибо вам за то, что нашли время. Скажите, пожалуйста, депутаты наконец-то занялись новым законом о приватизации. Вот как вы оцениваете этот документ? И после его принятия действительно будет разблокирована приватизация? А то ведь уже несколько лет не было больших сделок по государственным предприятиям. Доброго вечера. Я хотел бы тут разделить то, что нужно в Украине и украинцам. Украинцам нужна мощная экономика в нашей стране. И самое главное, чтобы результаты работы экономики мы конвертировали или реинвестировали в жизнь украинских граждан. То, что вы говорили про международную помощь, это все очень хорошо. Но нам нужно научиться зарабатывать необходимые деньги для того, чтобы обеспечить высокий уровень жизни. Поэтому для нас очень важно сегодня, для меня и для премьер-министра, это увеличение национальной экономики. Если говорить про приватизацию, то мы не просто про продаж, контролированный необходимым людям, а про то, что мы неэффективное государственное майно будем использовать совсем по-иншому. Открыто, конкурентно и публительно. Это даст нам возможность залучить в эти компании, которые неэффективно используются, эффективных властников. Эти властники создать рабочие места. Украинцы получают работу. А Украина получает качественный национальный продукт, который будет конкурентен и в среднем стране, и в зоне. Если вы говорите про продаж этих объектов, то их нужно было продать 25 лет назад. И сегодня это были бы успешные и конкурентные предприятия. Этого не произошло. И мы сегодня, уже несколько лет подряд, три года после революции Гидности, начинаем наводить лад и порядок. Это было вопрос порядка денной реформы, который предлагал уряд. И мы, фактически, сегодня можем сказать, что ухвалили все важные фундаментальные решения. Далее у нас осталось вопрос приватизации, вопрос национального бюджета. Я наголошу на том, что эти документы, эти решения нужны Украине и украинцам. И моя мета только одна. Люди должны жить лучше. Но просто ничего не делать, тогда мы этой меты не достигнем. А мы достигнем обязательно через принятие конкретных решений и через развитие национальной экономики. Владимир Борисович, люди должны жить не только, тут я с вами согласен, краще, но они же должны жить и спокойнее. Особенно те, кто эти деньги в нашей стране зарабатывает. Вот скажите, когда может быть принят законопроект о защите бизнеса от давления силовиков? Это обсуждалось на этой неделе. Вот все-таки согласитесь, вряд ли у нас тут появится целая толпа желающих поучаствовать в приватизации в таких условиях, когда силовики могут попросту заблокировать любой бизнес. Вы тут абсолютно правы. Я много езжу по Украине и чую от бизнеса нарекания на надмирный тиск силовых органов, а вообще про тиск силовых органов. Это неприпустимо. Я наголошу на том, что прозрачный белый законный бизнес легальный в Украине будет защищен и будет защищен как законом, так и премьер-министром. Мы внесли инициативу, которая сейчас уже находится в парламенте. Мы работали ее спольно. Я считаю, что в парламенте она будет получать широкую поддержку, чтобы заборонить беззаконно чинить правоохранным органам. Когда они делают незрозумимые обшуки, когда они не допускают адвокатов, когда по одни и той же справе против предпринимателей порушают одну и ту же криминальную справу, то есть разные правоохранные органы. Это неприпустимо. Мы должны поставить абсолютно кратко в этом вопросе. И если я раньше инициировал вопрос «Маски шоу стоп», когда и генеральный прокурор, и министр внутренних справ, и ДФС услышали президента и услышали меня в этом вопросе. И генеральный прокурор сделал очень много правильных кроков, которые все другие правоохранные органы подкоряются. То сейчас эти решения дадут нам возможность сказать «беззаконно стоп». Есть закон, который будет защищать бизнес, и мы будем все делать для того, чтобы этот закон поддерживался всеми контролирующими правоохранными органами. Понятно. Давайте тогда обсудим еще один очень прибыльный для коррупционеров вопрос. Земельный. Недавно даже пришлось уволить руководителя Госгеокадастра. Вы сегодня заявили, что нужно менять и систему управления земельными ресурсами. А вот как быстро можно это сделать? И не получится ли, что на деле просто карман поменяется, а деньги за землю все равно заносить неофициально придется людям? Ризики поновлення коррупционных схем, они есть всегда. Поэтому нужно изменять систему. Вы абсолютно правы тут. А то, что я принял решение и отстранил, и извольнили урядом руководителя Госгеокадастра, это доброе. Но нужно изменять систему. Сегодня как раз мы про это говорили на Раде реформ, которую проводил президент, с руководителем комитета, с народными депутатами, с членами уряда, с экспертом, с асоциацией. В чем у меня вопрос? Нужно изменять систему. Нужно распоряджение земли передать обранным людям. Людям, которых выбирают жителей, сел, сел, район и мест. Это очень важно, чтобы тех, кого выбирают, потом публично и открыто управляли этой землей. А государство должен выполнять контроль. То есть очень важно, чтобы, первое, управляли те, кого выбирают люди, а контролировала государство, чтобы не было никаких порушений в этом вопросе. Вот эти две вещи есть фундаментальными. И третья вещь, которую нужно обеспечить, только аукционы. Хочешь землю, открытый аукцион, конкурентные правила, открытость. Это все будет развивать экономику. Это уничтожить коррупцию и даст возможность развития экономики. И очень важно это вопрос. Давайте теперь о бюджетном аукционе немного поговорим. Депутаты, как и в прошлом году, оттягивают рассмотрение госбюджета 2018. Ваш прогноз, на следующей неделе первое чтение все-таки состоится. И еще один вопрос по теме, готовы ли правительство к тому, что депутаты, ну уж точно же, они постараются увеличить расходы госбюджета. Хочу подкрасить, что бюджет, который подготовил уряд, и мы внесли 15 вересня, он является бюджетным возрастанием. Кто бы что сегодня не говорил, это реальный, сбалансованный бюджет, в каком есть и подвищение социальных стандартов, в каком есть и развитие национальной экономики, в каком есть и безопасность нашей энергонезренности. И много других вопросов, которые мы презентировали. Я бы не сказал сегодня, чтобы депутаты что-то затягивают. Я хочу подкрасить одну вещь. Те системные кроки, которые мы делаем, они с каждым месяцем и годом будут изменять страну. Нам придет спокойствие, безопасность, достаток. Мы будем конкурентной экономикой однозначно. У меня нет никакого сумніва. И все это будет результатом нашей деятельности. Тому хочу всех абсолютно запевнити в том, что мы идем шляхом, который позволит нам в первую очередь забезпечить благополучие украинских граждан и гидное место нашей прекрасной страны в мире. Ну что ж, посмотрим. Возможно, в этом году депутаты нас всех удивят и проголосуют все-таки бюджет не в предновогоднюю ночь под елочку. Спасибо, Владимир Борисович. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.